Мир вам! Мир тебе, Давид. Сейчас Игнат Тихонович подключится. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Добрый день! У нас все записывается и выставляется в интернет. Ты в курсе же? Не против? Да, не против. Хорошо, я слушаю. Игнат Тихонович, мы уже знакомы с молодым человеком, разговаривали где-то день назад, может быть. Я вам тоже писал и говорил по поводу него. У него еще есть вопросы некоторые. Давай, Давид. Его зовут Давид. Он из какого города? Из города Видное. Московская область. Видное? Московская область, да. Он входит, по-моему, в тройку самых благоустроенных городов в России. Игнат Тихонович, вам слышно то, что говорил он? Да, я слушаю. Ну, давай, Давид, у тебя там вопросы были еще? Много. Давай разберем. Давайте. У меня тут новые накопились. Новые составил. Ассирийская православная церковь. Еретическая? Какая православная? Ассирийская. Ассирийская? Нет, так не делается. Это конкретно решает, и притом не на нашем уровне. Просто я... Я знаю, что рукоположение все сохранили, она церковь. Но только, может быть, иеретичствующая, может быть, с многими недостатками, но она церковь. Просто я где-то читал, что она в учении написала себе ересная история. Я не знаю. Там может быть еще сколько своих разделений. Надо конкретно по каким вопросам исходиться с общей церковью. Но если есть рукоположение, нужно быть крайне осторожным. Ничего лишнего не сказать. Это перед Богом фиксируется, и вина может быть неискупляемая. Так что ничего не могу сказать. Если рукоположение есть, они доказывают. Значит, с ними разговаривают даже высшие. Это не наш уровень. Это соборы решают, чтобы такое звание еретичствующее присвоить. А сегодня налево-направо разбрасываются этими словами. Я не могу. Я имею страх Божий. Хорошо. Другой вопрос. Я у вас на сайте читал про мужские волосы. Ну, и женские тоже. И во втором царстве, 14 глава, что стих пишется. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сикелей по весу царскому. Это же про Давида. И что? А вот такой вопрос. Если, вот я перевел сикель, это 12 граммов, грамм. А у него было 200 сикелей. Это получается 2400 граммов. Знаете, давайте обратимся к русской системе измерения. Был аршин, была верста. И вдруг километры и метры. Мы должны делать поправку с точностью до сантиметра. Иначе не сойдется. Точно так и вес золота все время меняется. Вес серебра меняется. Расстояние меняется. Ну, булка стоила, кирпич, я помню, 16 копеек. А сегодня разве она столько стоит? А вот когда еще уменьшили на тысячу разок, она вообще какая была? А рубль снова остается то же самое. На спасение это нам никак не влияет. И сказать, сколько было там килограмм или полтора килограмма, не знаем. Я давно это считал и посмотрел разные единицы измерения. В разное время они разные. Я беру более ранний, а другой более поздний период. Говорят, у него талант. Талант бывает 26 килограмм и 44, атическая мера. А какой? Не знаем. Никто не знает. И мне это на спасение абсолютно не влияет. Ну, даже 26 килограмм, и венес у него из золота был талант. Ну, 26 килограмм на голове, так это мешок. Это я не знаю даже, как понимать. Значит, существуют, видимо, какие-то другие меры в другое время, которые до нас не дошли. Здесь ничего нельзя определенно сказать. Настаивать на этом может только человек, который не боится на суде Божьем быть. Мы должны быть самым малым верными. Ответ один. Точно не знаю. На спасение, чужая голова, волосы на меня не влияют. Просто этот вопрос соединен с другим. Мужчины за год вроде бы оставят волосы, если я правильно помню, до плеч. Да, ну, не надо допускать так. Вот в Вячеславках там сантиметра два-три есть уже. Ну, а зачем они тебе длинные? Когда, когда говорится, мужчина растит волосы, для него бесчестье. Тут определенная щетка, не на ней указанная. Ну, и так смотрят, чтобы не касалось. Монахи, это считаемое житие Илариона Великого, ежегодно, там где-то перед Пасхой, сами себе остригали волосы. А сегодня распустят их по плечам по бабе. Ну, не годится это. Это бесчестье человека. А вот Иисус, он стриг волосы своими головами. Что еще? Иисус свои волосы на голове стриг? Он не был Назареем. Назарея не стригли в определенное время. Насколько Назарей, начало ему, ну, брал обет Назарейства. Павел говорит, и остриг в кенхреях волосы. Значит, до острижения он находился в стадии Назарея. В это время ни вина, ни кожуры, как о чем перечисляются так. Эти такие вопросы нужно очень строго смотреть. А Иисус Назареем назарещется. И теперь это только в городу, где он был. А что Назареем не было, это определенное. И поэтому говорить о длинных волосах не приходится. А чего бы ради они были длинные? Да-то только Назарея носили такие. Песи, которые у них, вот, косички на висках, да, это так. Не стриги головы кругом. Когда мы это знаем, мы осторожно к этому подходим. Во-первых, то, что у евреев сегодня сохранилось, с уверенностью, что именно так тогда было, о чем говорится, никакой нету совсем. Вот даже у русских было. Сейчас, я не знаю, жениться-то с 17 лет разрешается? Ну вот. А было время, когда с 14 лет. Рядом азиатский, у нее 12 лет, она уже невеста под венцом стоит. Божья Матерь с Христом держит, или ребенка держит. Икона-то показывает, какая-то старуха сидит. А на самом деле, когда она родила, ей было неполно в 15 лет. Вот так. Хорошо. Вот вы сейчас подвели к Деве Марии. Она всю жизнь была девственницей? Да. Присно, всегда, присно. А иначе бы... Знамение дается, что все девы в очеве примет родить сына. Исайя 714. А если это обыкновенная женщина, какое тут знамение? В этом и есть знамение, что это было необычайное. Когда бесплодные были, в 1999 рождали, но они от мужа рожали. Это все была подготовка к тому, чтобы последующие явления, чудо, что она без мужа родит, Дух Святой найдет на тебя, были подготовлены. А могло быть еще где-то, никто не знает и не слышал. Это же отождествляется с ковчегом, который был в Ветхом Завете. Ну, когда говорят, что у нее дети были, это обман, этого не было. Да и кто посмел бы к ней прикоснуться после того, как она стала матерью самого Господа? Сектанты часто говорят, что у нее дети есть, но они не знают Писания. Они говорят, ну вот написано, братья его. То есть, есть места, где говорится о братьях. Но, если посмотреть, когда Иисус Христос висел на кресте, он подошел и он поручил мать свою, своему ученику Иоанну. А если бы у нее были свои дети, то зачем бы было поручать тогда ученику? Он бы поручил, тогда бы просто ребенок бы взял. То есть, детей не было своих. Это были дети, братья, это дети Иосифа. Или какие-то двоюродные, троюродные. Двенадцать пророков считали отцы. А у нее-то что, две жены и двенадцать четырех. Двенадцать сыновей было, не от одного. Они братьями считались. Отец-то один был и Яков. Тут другой вопрос. Когда Вячеслав разговаривал, наверное, вы помните, с лютераном, вот с этим лютеранским пастором, он затронул тему причастия, или вы затронули тему причастия, и он начал вас травить против католиков. Вы сказали, что у православия нет четкой позиции, потому превращается ли хлеб в вино в тело? Я не говорил так. Это он сказал? Он сказал, что нет четкой позиции. А я сказал, что четкая позиция есть. А у православия четкая позиция есть? Нет, я сказал, что у нас нет противоречия с католиками в том, что это тело и вино настоящее. Ой, тело и кровь настоящее. Противоречия нет в этом. А позиция... Они считают, что это тело и кровь настоящее, и мы считаем. В этом противоречий нет, да. Просто католики, они же верят, что превращаются? Ну, а что с ним происходит? А, получается, православные тоже верят, что превращаются. Это настоящее тело и кровь, да. Конечно, оно превращается. А что с ним еще происходит? Все, видимо, попутал. а он стал он стал там говорить что говорит это там в нем есть тело и кровь в нем присутствует это стал просто этот колобродить как попало против писания там нигде не скажу что в нем стала а это и стало есть тело мое это настоящее куда впадает обычный человек сразу в ад прай на суд или какое-то место есть определенное ожидание житие василия но коса 23 марта по старому стилю и там феодоре было явлено приняли это за истину а кто-то скажет а я в это не верю но это не догмат можешь не верить считается что 40 дней душа идет проходит 20 мытарств 20 таможен гнев разврат сребролюбие и там тщательное испытание за каждый день за каждую минуту а потом предстает временный суд а то явлено уже было многократно и люди которые воскресали не только в клинической смерти вот у нас барнауле была клавдия сюжанина она лежала два дня в морге и получили извещение чтобы забрать ее ее препарировали даже студенты у нее ни крови ничего не было мертвый она жила и она что рассказывает видела и то что видел он сбежавший из ада сходится с этим как в трубу будто бы это реймонд молоди младший писал он где-то около двух тысяч человек которые были при смерти как бы считается умерли временно и что они видели только одни видят свет свет просто другие видят ангела а третий видит то ли святого или человека в зависимости от того какая у него была вера относительно этой веры они видят соответствующее ничего тут против нету как пройти мы говорим страшные непонятные страшные потому что решается твоя участь а где они будут ну ветхом завете написано прямо было что находятся они евреи слово такое изыскали шеол лона авраамова а сейчас господь прямо разбойнику говорит ныне же будешь со мною в раю речь идет где он в раю а где он рай находится этого мы не знаем но не видел глаз не слышала ухо на сердце не приходило что бог приготовил любящим его и что души там находятся об этом мы вчера даже считали 6 глава 9 стих апокалипсиса души под жертвенниками надо понимать под знаком ви божий жертве как это крест и доколе владыка истинный святый не мстишь за кровь нашу далее мы приступили к духам праведников достигших совершенства нам должен добавлять к этому нечего а как это идет кто не надо знать потому что первое коринфянам 4 5 говорит не судите никак прежде времени доколе нельзя судить доколе не придет господь и не осветит сокрытые вармараки мы тогда догадываемся тогда прямо перед всем миром будет развернута биография каждого человека мусульмане говорят суд будет идти 50 тысяч лет но откуда они берут это у нас не спины написано сколько но только знаем во мгновение ока мгновение ока вот я не раз моргнул и глаза раскрыл и тут вместиться горит это может быть тысячелетие туда за эту грань не советует заходить у него изречения есть если библия умалчивает ничего не говорит о том не рассуждаем чего нет в бебе библии нет нету а на каком основании говорить за все отвечать надо библия говорит определенно не прибавляй к словам его притча соломона 30 26 стих господь горит чтобы я не обречил тебя и ты не оказался лжецом почему потому что слово божие неизменно человеческие мысли они ветреные поэтому лучше промолчать сказать точно не знаем но знаем только что грешник мучается и показан прямо к в огне но это все временное другой вопрос может покрытой головой не должен молиться давайте касается ли это священников патриархов которые такие вот с капюшонами надевают у них такая одежда капюшон митры митры клобуки а там много названий они получаются не покрыты они считают почему-то это не головной убор когда нормально головной убор нет не головной убор и садятся другого раза обедать так и молятся и патриарх кланяется в этом согласно слова божия они не правы они не правы но это не влияет на спасение на мои мои допустим как я им говорю об этом а он не слышит то так было всегда но господь же но у него там это как написано в венце тут но венец это одно а это прямо у него все-то камилавка какая она сайт он в ней может выйти в мороз и не замерзнет значит это головной убор мужчина муж молящийся с покрытой головой постыжает свою голову согласно это все они постыжают свою голову но они не согласятся с этим дескать так было всегда я знаю на библия говорит по-другому я не буду подыгрывать кому-то я должен ответить так как говорит слово божие но на спасение это никак не влияет потому что бог пользуется недостойным сосудом это мы знаем прекрасное и слово божие совсем ну как бы человек никакого отношения к этому не имеют а бог через него совершают он валаам был языческий какой-то предсказатель а мы теперь празднуем на рождество звезда рождественского от вижу звезду восходящий от якова но не близко не близко 1600 лет впереди он за 1600 лет видел а он к израильскому народу даже не относился как это может быть не знаю а как ослица заговорила не знаем да у нее язык даже не может чтобы звуки издать он должен там определенную форму принять язык не знаем она заговорила в это я уверен а по житьям святых было и голубки разговаривали голуби и лошади человеческим голосом предупреждали как или что вот так или дико а после нескольких разумлений получается нужно отвращаться 1 2 3 раз уже не нужно и и есть место матфея 7 глава 6 стих вроде не бросай жемчуга свиньям не бросай того и не знаешь как он живет и то другое тайны не открывай но здесь проверки к определенно и щетка говорится и мы ну лишний раз не разбрасывались тем что нам дано первое и второе вразумление и отвращайся больше не прикасайся мы увидели что он такой когда первого два раза говори мы еще как бы испытываем превратился он в свинью собаку или нет а уже два раза не принял тут не надо сапсам и свиньям не отдавайте святыни у меня было такое после этого горит отриси прах от ног твоих это будет на суде свидетельством против него не надо никогда заваливается за шкалу оттуда придется нас поднимать да мы не знаем но писание говорит определенно два раза отсюда вывод что два до двух раз первый раз и второй раз окончательно мы еще не выносим решения пес она или свинья тогда уже свиньям не давай это прямо на третий пункт переходит на третий раз вот как раз по этой теме если встречаешь человека про которого ты сразу знаешь что он не примет твое слово нужно ли вам говорить татуированный человек весь наколках вот здесь в носу сережки все стоит ли ему говорить про христа если а почему нет а если мы попадаем страну где все носят так и дикари на это смотреть не надо когда он обратиться к богу тогда правила на него вступают уже тогда мы можем читать то вторая глава пророка исайя как она украшается и богу это противно мы храм божий его украшать железками назначение носа какое чтобы сопли задерживали пылинки а потом убрать больше другого назначения нет определять запахи дышать когда рот закрытый и вдруг кольцо кольцо вставляет только будущий бык чтобы его захватился за кольцо то ему нос больно и он отступил от тебя человек сам показывает кто бык будущий я смотрю когда давай даже не ничем нельзя объяснить зачем ему в нос у русских тем более так это не бывает там на ушах и вешает тут уж вроде мы привыкли но у нас вот верующие у нас нигде не вешается нигде никаких не ожерели ничего вот вячеслав семёнов когда разговаривал с помните к вам приходил человек алексей и который говорил что вы как-то неправильно за душу вашу в общем но он говорил неправильно еще это то может изменить это правильно он хоть сколько говорит неправильно если я говорю неправильно хоть тысячи человек говорю правильно он неправда остается он алексей и что неправильно нашел он должен подтвердить слова слова которые говорю они в него не вмещаются отсюда явно что жизнь его не соответствует тому что говорится. Он сказал, да мало что. Мне только за последние два года пришлось в черный список клеветников 16 тысяч занести. Тысяч, вообрази себе. Вот заходят, ругаются, там шляхов какой-то, а он никто, он отлученный, он не церковный, он в одежде стоит, и я его не трогал, знать его не знаю, и вот он по мне прошелся и показал. Он ни одного слова истинного и не говорит. Что он может сказать? А тот Алексей, который на меня выходил, он тоже ничего не сказал. Там почти все ложь. Он все перевернул, все не так услышал, все не так увидел. Либо придал другой смысл. А как его фамилия-то? На С вроде. Да, я сейчас не помню, из Новосибирска. Не Жигулев там какой-то? Да нет вроде. А я с ним беседовал? Нет, вы-то нет, но он вас хорошо знает. Он там в Новосибирске... Ну, я не согласен, еще из того, что не согласен. Еще я теперь должен узнавать, он что мне скажет. Это смешно даже было бы. Спрашиваешь, прочитал Библию? Нет. Ничего не считал. Святых отцов читал? Нет. Я не могу разговаривать с человеком, который не знает, как шагать, как на велосипед садиться, как на машине ехать, и куда он пойдет. Он на одном месте стоит, кричит, то ее там на всех плюет. Ну, это его участь такая. Избрал он себе. Выбор такой сделал. Я его не знаю. Ну, вот мы станем перед Богом. Теперь, ну, мы... У него там другие свои грехи. А теперь он осуждал меня. На суде будет выявлено. Я этого не делал. А он меня судил. А он делал неправильно. А я не знал ничего его. Даже не знал про его существование. С меня еще спрашивать ничего нет. А с него спрос будет. Я могу сегодня только оскорбеть и плакать о нем. Что дух злой вошел в уста его. Когда человек лжет, это злой дух вошел. Как пророк Михей видел. Алексей Маняхин зовут. Да. Маняхин. Это на меня он выходил. На меня. Да. Вот такой вопрос. Как раз про... Вы сказали, Вячеслав, что спросите любого, у кого есть в носу бычий серьга. Это кольцо. Бычиное. Да. Бычиное кольцо. И он будет за аборты. Вот так. Ну зачем я буду собирать? Верующий, во-первых, не будет делать. Я с ним разговаривать не буду. Вот заходит здесь. И он валяется голый. Я говорю, ты им надет на мордник. Я говорю, на мордник убери. А почему это он слушается? Все, я ухожу. Нет, я сниму. Он снял. И побежал скорее рубаху надевать. Женщина без сплотка. Я с ней разговаривать не буду. Ну, если нужно будет, помолиться. И она тоже начинает надевать. А другая сразу выключает. Я должен сказать. А примет, не примет, с меня уже не взыщется. Вонят. Вонят. Так, подожди. Хулиганят. Вот за ночь только мне 72 звонка было. Всякие угрозы. Что там только нет. Мы уже в ворот подошли. Выходи там то другое. А никого нету. Я не успеваю заряжать. А телефон-то мне подарили. Какой? Он обошелся. Примерно с 200 рублей тому подарили. Это телефон. Я ни одному человеку еще не позвонил. А на меня идет. Я смотрю, телефон незнакомый. Незнакомый. Ну и еще хорошего не живу. Кто мне звонит, если знает, он должен сразу первые слова сказать. Кто? Я теперь по голосу уже настраиваюсь. Вот они нападают. Мне никакой вины нету. И поэтому радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Когда имя ваше. Вот этот он говорит. Обзывает стоит. Шляхов этот. А за ним как вначале открывать, как синицкий там. И среди масонов. И где-то и там и за изнасилование бабки. Ну, он сказал. И он... Ну, совесть человека давно. Как наш отец говорил. Он еще, говорит, в люльке с соплями съел ее совесть. Ну, я что ему буду говорить? У нее ничего нету. Нету. А у меня огромные материалы. И поэтому столько книг, столько роликов. Только на одном канале 21 700. Они нападают. Ну, и дальше я-то не отвечаю ни одному. Ну, они каждый день выставляют. И я узнаю, наконец, сколько им платят. Они платят за то, чтобы они на каждый мой ролик пакости всякие говорили. Насчитан златоусть. Что можно сказать? Ни слова не добавлено. А он матом кроет. Ну, куда его? К черному. Список. И притом это каждый день. Абсолютно каждый день. Платят деньги им. Он говорит... Ну, я что могу сказать? Дурные деньги. Плохо пахнут. У меня есть чем заняться. Есть, что показать. А у него ничего нет. У него имя нет. Ничего. Там цифры одни стоят. Ник, аватар. Все это ложь. Я ни одной бумажки за жизнь не подписал, чтобы не было моей имени и фамилии. Иногда сокращенно ставлю на мешках картошки. Игла. А где так, говорю, я сразу решила, что Игнатий Лапкин. Тут ничего нету такого. Писали раньше СССР. А в развернутом виде Союз Советских Социалистических Республик. Сокращенно можно говорить. Стучат. Стучат. Давид, там видишь, в чем дело? Если человек висит в татуировках. У него там что-то кольцо. Крашеный. Он на самом деле ненавидит себя. Ему не устраивает свое тело. И он ненавидит других. И это проявляется всегда в том, что по отношению к другим. Он за аборты, как правило, будет. Такая. Если это женщина, то будет за аборты. Обязательно. Там, вам видно, у меня собака стоит у дверей? Да. Это Володя. У меня кошки с собой примирились. Дружно сейчас все живут. Максим Степаненко это хорошо все раскрыл. У него это все есть. По поводу вот крашеной там, татуировки. Там большая проблема. Не проблема. Там болезнь души. Вот у меня вопрос заключался в другом. Вот вы говорили, что все эти татуированные, крашеные с носом в носу, вот этой заклепкой, они за аборты. Вот можно с такими разговаривать о Христе? То есть нужно ли им говорить что-то? А один раз хотя бы засвидетельствовать надо, если он желает слушать. Если противоречит, сразу исчахни его, выключи и больше не бери. Ему заранее успеть сказать только, что за все это Господь привлечет тебя на суд. Определенная щетка. Первое. Это 2 Коринфян, 5 глава, 10 стих. Всем надлежит представить присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Он такой и есть. Но я иногда начинаю, вот он только, сейчас в рулетке особенно, он только говорит, у-у-у, и матом. А я его начинаю упрекать, ты меня видишь, сколько, может 4-5 раз моложе меня. И сверностоешь. Так, все, тихо. Так, все, тихо. Вот видишь как вот, одному однажды ответил, он больше года меня бомбардировал, а я не отвечаю. И так как-то маленько можно будет ночью хотя бы отдохновение отдать. Вот прошлую ночь никто не позвонил. Интересно, у меня этот Верный, он, собака лежит где? Вот смотри, он какой умница. Верный, стоять. Хорошо. Верный, сидеть. Стоять. Верный. Стоять. Натальяло. Лежать. Лежать, верный. Лежать. Уже, смотрим как. Ну, вот так. Ну, и он ночью залаял. Что он залаял, не знаю, никого нету. Он залаял так, как будто никого нету. А я на кровати внизу лежу, я шепотом ему говорю, Верный, тихо, не лаял. Он еще раз залаял. Что же это может быть? Я встал, посмотрел, а время как раз для молитвы. Первый час ночи. Он у меня как звонок. И как он узнал-то, то ли все дни он в это время видел меня, или еще пролаял, я встал и даже голову он не поднял. Он обычно мылится, чтобы я его там посарапал за ушами и прочее. Вон он стоит. Разбудил, да то интересно. Есть ли указание в Ветхом Завете, что придет Мессия и вытащит из ада евреев? Ну, из ада нет, но что, слушайте, как меня, в Таразаконе, 18 глава, 15 стих. Это есть. Это, можно сказать, самое главное. Ну, если говорить 53 глава пророка Исаии, она вся говорит, что он умрет. А умрет, значит, за наши грехи. Тогда, хотя это не написано, но и пленным дарит свободу. Принял плен. Дарит для человека. Это уже Давид говорит. Но никто не относил это к Христу и к Мессии. Не знали. А слова сохранялись. А теперь-то расшифровка пришла. В Новом Завете Дух Святой все открыл во Христе Иисусе. Ну, сейчас евреи скрывают вроде бы эту книгу. Не любят. Ну, они не приняли его. И Господь им дал характеристику. Погибшие овцы дома Израиля. Погибшие. Небольные. Погибшие. Ну, а дальше он. В 8.44 Евангелие от Иоанна говорит. Ваш отец дьявол. Конечно, они были недовольны. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Передать ему, он говорит. Почему вы не понимаете речи моей? На родном языке разговаривает. Вы не хотите творить волю Божию. Он прямо показывает. От отца я говорю или нет? Он прямо говорит. Кто хочет исполнять волю мою, тот познает, что я от отца имею. Вот я когда в поиске был. Ну, я считаю, мне нравится там Майн Камп, допустим. Или произведение Ленина. Я, к примеру, говорю. Я начинаю это исполнять. Уже через неделю я вижу. Умно. Хорошо. Дальше не идет. Человеческое. А Евангелие стал считать. Я понял, это вечность. Я читал другие религиозные книги, где ничего подобного нашей Библии нету даже на один шаг. Нет ничего этого. Она будто бы переведена сегодня. Интересно. Язык меняется, а библейский так и остановился на одном месте. Ну вот, 15-й Псалом. Там же говорится. Ибо ты не оставишь души моего в аде. Вот это тоже потом уже может указывать. А потом апостол и говорит, говорит, что да будет позволено сказать. Он, видишь, как оговаривается еще так культурно. Что он умер, его могилу мы знаем, где Давид. А о ком же речь тогда идет? Речь идет о Христе. Спасибо. Знаете, когда мало человек знает, ну мало что знает. Он так легко отвечает на все. Как, говорит, отскакивает от него. А истины никакой нету. Надо быть очень осторожным. Сказать, я не знаю. Вот я сколько раз вам сказал, что не знаю. Причины такие. Я исследовал. Меры разные. И то, и другое. Странным кажется. Но на спасение никак не влияет. Никак. А лжец должен иметь хорошую память. Я тебе сейчас солгав придумал что-то. Завтра спроси, я уже не знаю, чего как сказать. Я не знаю. Я говорю искренне. Ничего не скрываю. И поэтому уловить меня никак нельзя. Почему? Потому что я Бога боюсь. Во время Исаака Ировеки в 25-й главе, точнее, в 25-й главе Бытия, во время Исаака Ировеки, все ли молились одному Богу или только евреи? Я и вопрос этого не понял даже. Как? Все молились евреи? Евреи ли одни остались? То есть... Где? В 25-й главе Бытия, когда он взял в жену Ировеку. Да? На этот момент были ли еще народы, которые молились одному Богу или остались только одни евреи? Ну, говорить о всех народах мы не знаем, потому что отъехал Евнух. Ну, он совсем не еврей, далеко. А уже считал, слава Божие, считал. Филипп, когда к нему пристал, объяснил. А от него теперь целая страна Эфиопия приняла. Он эфиоплянин был. Ну, черный, темный, как сказать. И такое мы встречаем, притом, не один раз. Иностранцы Ахиор там принял, когда это было. А от него, может быть, пошло и на других. А было или не было где, не знаем. Евреи много где ездили. Обходили сушу и море, говорит, обращали. А некоторые делали ее с двое худшим себя, сыном Гиены. Господь сказал об этом. А какие приняли? Какие не изменились? Мы видим, еленисты пришли в день Пятидесятницы от всякого народа под небесами. А кто они были? Там перечисляются и кретяне, и кого только нету. Они евреи оттуда пришли? Или это природные греки были? Тоже можно говорить так и так. А как это? Не как это. Это просто исторический факт. И до тонкости копаться. Это кому делать нечего? Зачем? Мы знаем разные национальности. При Вавилонской башне перестали понимать друг друга. Разъединились. И Китай. А здесь все стали говорить и понимать друг друга. В апостолах объединилась антипасха. Так вот. Милхиседек тоже молился. Единому Богу написано. Просто почему я это спрашиваю? У Исаака он взял жены Рвеку. Она была армянка. То есть сирийка. Нет. Она родственница была. Они из чужого племени не брали. Твердо держались этого. Они знали. Там были. Которым идолам поклонялись. И все. А про Бога они уже слышали. Потому что Господь Аврааму открылся. А который ниже. Они должны были слышать. Знать. Но эти знали или не знали. Тоже мы не можем так сказать. Но факт тот, что он пришел-то не с улицы. А они знали. И находили, что это родственники. А то, что они были там. Может быть отец какой национальности. По отцу. Вот не емя с ездорой. Они разбирались. И всемирный развод устроили. Говорили, что они не знали истинного Бога. Совсем. Я не могу сказать. Да. Были идолы. Которые там она спрятала себя на седле. Даже у людей. Которые знают Бога. И тоже могут быть разные амулеты. Это же идолы всякие. У него отец. У Ревеки-то отец. Рафуэлором и Янин. На хор. Нет. Там отец. Брат Авраама. Ну, в 25-й главе 20-й стих написано. На хор. Исаак был 40 лет, когда взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуэла, армиянина, из Месопотамии, сестру Ливана, армиянина. Вафуэл-то кто? Вафуэл-то он же сын этого на хора. А на хор брат Авраама. А почему армия? Иногда называют по местности, среди жителей, где жил. А не то, что он никакого отношения не имеет к крови Авраама. Да, было трудно Авраам Первый всех богов оставить и его принять. У меня стихотворение про Авраама где-то я считал. Когда-то я высчитал у грека Златоуста. Когда из буквы А еще не густо. И как он шел, заглядывая, пророчествуя впрок, юродствуя впрок. Теперь мы знаем, он отец пророк. Я просто думал, Исаак на Астерике женился. Ну, все, понял. Ну, нам на ней никак нельзя переносить на себя и сказать, ну ладно, я женюсь на комсомолке. Пусть она будет даже другой нации, другой веры. Нет, ничего кроме беды там не будет. Нет, никак нельзя к этому приближаться. Никакой жизни не будет. Вот сегодня две девчонки. Одна, а я атеистка. Ну, может быть, лет по 12. А другая, я верующая. Я с ней говорю, а та, Лиза, я говорю, а что ты будешь иметь? Ну, ты неверующий. У тебя муж-то не был. Верующий тебя не возьмет. И что дальше-то будет? Развод. 84,6% развода в первые 4 года после свадьбы. Дальше аборты будешь делать. Муж тобой торговать будет. Пьяница бить тебе будет. Как шалаву последнюю. Она как, давай материться на меня. Материться. А я это показал, что я вот, смотри, вот так вот показал. Говорю, вот, вот я тебе покажу. Она сразу сгинула, опрокинулась. Испугалась. Я говорю, я это могу по центральному телевидению показать, чтобы знали, какая ты стерва. Она сразу сгинула. А мужик тут один нахорохорится. Я говорю, а для чего ты голый-то? Ну, вот эта, вот эта гимнастика. Для чего? Да вот, да ты не обманывай, скажи по правде. Ты рекламу делаешь телу своему. В здоровом теле сдавал дух. Дух блуда. И теперь любая шалава, шлюха, подходи, ты через полминуты на нее заскочил. Вот для чего ты делаешь. Он захохотал и махнул рукой. Да, отец, как ты узнал? Что же не знать-то? Я тебе... А тебе запах идет, блудливый. Вы как раз заговорили про спорт. С брюками про женщин все понятно. А можно ли носить колготки лосины? Я видел девочки, подростки в Потеряевке. Они там в сапогах, в юбке и вроде колготки. Я не видел этого, не знаю. А какой там шпагат? Кто? Дети-то отовсюду приезжают. Играют, бегают и в футбол. А что, никак они в платьишках, так и бегают. А чтобы она была отдельно, без платья, я не слышал, даже и не видел ни разу. Не, я про колготки под платье. Ну да, под платьем, да. А что? У нас это так, у нас и комаров много, она защищается. На костер и дает, мы там даем какие брючишки, еще надеть, чтобы комар не прокусывал. Еще тут нету шаровары, как у мусульман. Ну на ней платье. Платье скрывает, все. Одежда-то, суть не в самой одежде-то, а то, что, какой у тебя вид при этом. Ну да. У нас тут одного запрашивали, когда меня судили-то. Мы делаем замещание, если там девушка без бюстгальтера. Ну а потом стал монахом. Ну что ты бюстгальтер-то есть-то? В трусах она, не в трусах, или под одним платьем еще нету. А о чем разговаривает-то? Ну сказала ей, как прилично. А то ветер подол-то задал. И Господь говорит, ты покажу срамоту твою вселенным миром за грехи. А он так это, следователь говорит об этом. И все записали. Это Ена Яковлев. Я считал и смеялся. Как ты мог увидеть-то? А мы гуляли как-то в лесу. Молодые ребята и новые девчата появились у нас. А они все студентки. И одна пришла, у нее свитер такой хороший. И, ну ясно делал, молодая девушка, там 18 лет. У нее все видно там. И вот один привязался. Кто-то, ну видишь, она надела так вот это. Ну в лесу мы пошли-то. Ну что ты? Я уж начал заступать все. Ну ты не смотри маленько. Что она? В чужое взялась-то или чего-то. У нее другого ничего нет. Это ее товар. Она одета. Прекрасно выглядит из себя. Ну что уж глупо себе заниматься-то? Платье длинное. В платке. Свитер облегающий у нее. Она не в храме. У нее где у нас не оговорено это? Свитер как раз такой и есть. Ну это уже... Думаешь, что он святой какой? Нет, конечно. У меня в лагере бывает. Мальчик обидел девочку. Я сразу ее выставляю. Иди сюда. Вот смотри на нее. Тебе сколько лет-то? Девять. Ну не пройдет еще десять лет-то. Лет восемь. Ты же вокруг нее в юном будешь ходить-то. Глупый ты. Ты посмотри уж сейчас, видать, какая принцесса растет. Ну, я верующий, но я должен и здесь их поставить на место. У нее все принято. А ей всего там девять лет, что ли, тоже. А он ее оскорбил. Ну я его накажу, а потом покажу. А накажу обязательно, чтобы с этого момента он везде за нее заступался. Когда играет, играли вместе. Раз ты ее оскорбил, теперь приблизь к себе. Так он рад пять раз провиниться, чтобы опять быть с ней. Вы еще говорите, что если обидел, играй с ней всегда. Ну какой-то определенный. Ну, бывает так иногда. Бывает там в догонячки играют, кто с кем. Или в волейбол, чтобы в одной команде были. Ну тут уже от опыта как. Вот у меня профессора психологии приезжали. Где вы учились? Где? Я говорю, я брал в мире все, что есть. Самое хорошее. В Америке, в Финляндии, в Англии, в Японии. Для детей. Ну, на первом месте у нас стоит японское. Канзю. Никогда не стонать. В виду не показать, что тебе больно. Терпение. Откуда у них эти харакири, самураи? А в английском, у них в общежитии, два раза нарушил тишину. Человек лишается права пользоваться общежитием. Вот у меня все точно так же. Заговорили. Сразу на улицу. Два часа. Два часа много разбиваем на полчаса. На четыре дня. В руки ему прутики расставлю, чтобы друга не видели-то. И караули стоят уже в потемках. А я потом подхожу им, помашу. И они со мной идут по степи теперь. Там сразу оказалось десять нарушителей. Детей много было. Я рассказываю о звездах учуих. Как перепелка кричит. Савенок. Пшеница. Они-то, я знаю, они завтра все это расскажут своим. Они готовы умышленно нарушить, чтобы с ними такие же уроки астрономии были. Дело любое идет, когда ты любишь это дело. Вот любишь. Вот я люблю с собаками возиться. Я в уголовном розыске занимался. С птицами, с голубями. Я сейчас говорю, а у меня вот голуби. В комнате даже четыре голуби. И две голубятни еще. Если любовь есть, для меня утром я тут на четвереньках ползу, растилаю, выпустить. Они оправляются убрать кошек. Для меня это не работа, не ничего. А просто я в этом весь. А теперь, когда бывает в деревне, ну что-то бывает там, неладно там где-то. Я сразу голубя от него залезу, там сяду, пригнусь и смотрю за ними. Как они любуются, как гнезда, как кормят. А душа отдыхает. Помолился и пошел. А другой, может быть, ну что он любит, я не знаю. Я люблю голубей, люблю птиц. С пяти лет я не расстаюсь с ними. У меня на душе всегда легко и радостно. А по поводу платка у женщин. Женщина должна спать в платке? Ну, как положено. Волосы должны быть прикрыты. Волос не должен быть в виде ни одной волосинки, особенно в церкви. Так-то бывает она еще. Но без платка у нас в деревне. Даже девочка маленькая, чтобы на улицу не выходила. В своей ограде она может. А тут у одних, у нас растет большая ветла. Мы его назвали мамрийский дуб. И дети, мать забунтовала, и теперь дети выходят и качаются. Там качели сделали. И я вижу нарушение, нарушение устава. Что делать? Я пошел со старостой переговорил, с батюшкой. Но им заявил так и так. Мы это, где... Она от ограды, их метра три. Ну, не больше трех метров. И как раз этот дуб растет. Давайте эту территорию им отдадим. И они теперь здесь будут, ничего не нарушая, уже на своей территории. И так и сделали. Обгородили, придвинули к ним. А они тогда сразу все бросили, не стали играть. Мы эту территорию присвоили им, отдали. И теперь они не нарушители, они на своей территории. Получается, женщина должна спать в платке. Да. Спать, про это мы не говорим. Но она сама решит, как быть. Про сон мы нигде не обговорено. Вот у нас, допустим, в поясе, в лагере в поясе, в деревне в поясе, в церкви в поясе. То есть, вот три позиции одинаково должно быть. А другое не обговорено было. И поэтому он может делать так. Если такое, наоборот, что-то против делает. Вот у нас община какая. Как одевается, какой порядок, как тишина. И как начинается моление еще за семь минут позже. Мы заходим и семь минут молимся. Молще, никто не шевелится. Этого нигде нет. Это со стороны, говорит, еще особенно, ну сделай. Ты двух человек даже с женой не поладишь. Она тебе будет, говорит, очки втирать. А это община. Ведь нас было здесь в общине больше, 99 с детьми. Кто-то уехал, кто-то умер. А мы поставили правила у нас к себе не приглашать. А кто просится, его проверить и тогда разрешить. Никого к себе не зовем. Это везде зовут, везде и всегда и все. А мы правила такое ввели. А почему, спрашивайте, я говорю, чтобы людей не соблазнить. А то и увидят карикатуру на христиан. Игнат Тихонович, по центру сядьте, пожалуйста. Или камеру поверните. Поверните. Я сел специально так, чтобы было видно верного. Да. О, какое у меня кресло. Ты же видел, как я его сделал. Без копейки обошлось. А почему? Потому что не засыпая, и уже три раза нос разбивал на клавиатуру. Печатал, и во время печатания заснул и клюнул. Тогда я сделал спинку вот так вот. А теперь, если я засну, падать никак нельзя. Это палки стоят, а материю обтянул. Ни копейки не заплатил. Вячеслав видел у меня там кресло-то какое? Да. А это второе я сделал. Давай расскажи, спроси по вопросу тому, вот ты рассказывал, как вообще тебе... Ты же понял, что пятидесятничество – это не церковь. До тебя до это дошло, ты это изучил. Ты в прошлый раз задавал вопрос, как тебе с близкими быть ладить, и как с теми, кто вот, имеется в виду, твои бывшие друзья, с которыми ты ходил куда-то, как правильно это открыться? Ну, открыться из нашего пещера, просто ссылку сделать на Крестном Православии, заголовок, и показать две темы – церковь и священство. Хорошо, запомни и показывай. Без этого спасения нет. Господь церковь создал, а не то, что я дома буду сидеть, и я спасусь вроде бы. Нет, не будет. В церкви спасение. Церковь – это корабль. Христос кормщий. Определённая щётка-то всё показано. Вы же, наверное, знаете, работали с пятидесятниками, с сектантами. Они говорят, что мы по Библии на сто процентов, но когда им говоришь по Библии, они говорят – нет, ты как-то это не то, ты не понимаешь. Ну, хорошо, где у них священство? Где? Ахристос к первосвященникам. Где самозванцы? Они все относятся к числам 16 глава. Дофана, Верона и Корея. Это их последователи. Нету священства. Его говорить даже не о чем. И поэтому у них ни преломления не даёт. И они сами сознаются. Хлеб остаётся хлебом. Превращения в тело нету. А это сейчас они начали говорить – епископ. А до этого говорили – старший пресвитер – это самозванцы. В Америке вот таких вот 21 тысяча названий. Они там – динаминации, конфессии. Этими двумя словами – динаминация, конфессия – прикрыто слово «ересь». Сатана прикрыл. Я Библию получил от них. От них. То есть там они баптисты назывались, но пятидесятники в них были присоединены. Они не назывались пятидесятниками. Но та семья, где был, они как раз гласолали о говорении на языках. Я их очень хорошо знаю. Я у них проповедником был. Вот говорить мне так неудобно. Но которых я знал, вот, допустим, старобрядцы – самое свирепое общество. Они все время кого-то нападать, надо что-то делать. И, может быть, самые тупые. Они ничего не знают, Библию не знают. А пятисятники – самое блудливое общество. Столько у них измены. Мужа, жене, с другими женами. Плотской грех, плотской совокупление. Я был там и видел. Больше нигде столько не встречал. Ну, а самые наглые какие? Это уже бессарионовцы и другие. Человека-милиционера провозгласили Христом. Или вот это Белое Братство. Это наиболее самые наглые. Вот на меня нападают они по вопросу мощей и монашества. А еще не было проповедей. Вот, пожалуйста, два миллиарда мусульман. А это все были бы православные. Им слова сказать нельзя. А в монашестве нет ни одной притчи у Христа. Ни одной. Что притча «Чему подобно Царство Небесное?» Оно подобно городу с высокими стенами, откуда никто не выходит. Ну, нет такой притчи-то. Или нет? Вот, допустим, самая короткая притча Матфея 13, 33. «Царство Небесное подобно женщине, которая взяла закваску в три меры муки, доколе не вскисло все». Один стих. Ну, а иначе притча была бы «Царство Небесное подобно женщине, и которая выбросила закваску, и мука осталась мукой». Все, проповеди нету. Такой притчи нету. Я любую притчу могу показать, какая она в овощах сектантов. Ну, вот они не такие уж и пятидесятники, то есть они какие-то... Ну, я их называю глупой душой, то есть они обычные. Ну, видите, как, если бы вы были рядом здесь, с вами мы можем заниматься, тем более Вячеслав это все знает. А у нас крещение. Крещение в озере. Входит брат мой священник, Вячеслав принимал крещение. Вот в это общество вам надо входить. Церковь Христова. Христос придет за церковью, не за еретиками. А еретики, они перечисляются там, читаем, у коринфян, и убийца, все. И через запятую. Самый страшный грех в священном писании это быть сектантом, еретиком, живьем в ад. Число 16 глава. А люди... О, нам все хорошо. А где ваше священство нет? А без священства нету церкви. Зачем? Все. А нет церкви, значит, ничего и нету. Господь, 247 деяния апостолов, и говорит, ежедневно Господь прилагал спасаемых к церкви. А что их прилагать, если они уже спасаемые? По домам собирайтесь, провозглашайте. Вот недавно тут в Барнауле, кажется, встретилась секта новая. А какое название? Краеугольный камень. Следующее. Ограда Господня. Ну, все, что видят, то и название. Да нет этого нигде. Есть церковь Христова. И вдруг появляется церковь Христа. А они себя еретики называют. От этого он не перестал быть еретиком. Ну, вот я подписался на православный канал ВКонтакте. И после этого, ну, никуда не заходил, то есть. И после этого начались рекламы. А вместе почитаем Библию, там, вместе помолимся. Если есть проблемы, заходите. И там, то есть, баптисты... Вы себе не молитесь. Молиться с еретиками нельзя. Это имейте в виду. Если надо, на наши ресурсы посылайте. Можете... Скажи, давайте пойдем, вы сам на меня выйдете здесь. Запомни, Игнатий Лапкин, легко на меня выходить. И можем побеседовать. Скажи, вопросы только заранее запишите, вот как вы сделали. Чтобы не искать, не мыкать. К этим вопросам никогда не возвращайтесь. Они не спасительные и не нужные. Ну, мы эту Микину развеяли. Притом, я не утверждаю много. Почему? Потому что Библия не отвечает. А я боюсь Бога. Весь ответ. Не потому, что я не мог узнать. Я святых отцов считал, Златоуста, Василия Великого. Ну, разных. Я ответить мог бы, но этот вопрос не отвечается. Бог скрыл его. Вот так. А они говорят на разных языках. На разных языках. Языки прекратились уже в третьем веке. Их уже не было. Не было. Написано, духи проповинуются. А у них не повинуются. Если начали горгатать, то их не остановить нельзя. Если нет отскакователя, молчи. А у них есть, нет, они порят. Я их еще очень хорошо знаю. Ну, вот они образовались в 97-98 году. Ну, то есть собрались вместе. Давайте. Приглашай сюда их. Всех, вот, кто, кого знаешь, всех приглашай в скайп сюда. К нам. Скажи, если они истину ищут, если действительно они хотят быть в Церкви Христовой, то их это должно все заинтересовать. И те ресурсы, которые мы им дадим, и они просто пойдут и не примут только те, кто не прописаны, может быть, в книге жизни. Кто не прописан в книге небесной, он будет противиться. А который, это, я не знаю, сколько людей приходят, целыми семействами. Писятики недавно, прям целая семья. Говорят, мы вас уже 7 лет слушаем, больше никого нет. И старообрядцы бывают, и баптисты там, и кого только нет. У нас есть из этих адвентистов. Пришел отец Геннадий, это мормон. Ему Бог открыл, одна беседа прошла. Он вел кружок у баптистов. Сам немец, преподаватель Томского университета был, а после этого кончил семинарию, академию, и теперь доктор богословия называется, служит. Ну вот, Вячеслав, я вам скидывал голосовую, что я, что они приглашали меня в воскресенье в Москву куда-то, ну там, в какое-то собрание. Никогда не ходите, никогда. Пойти только, допустим, пошли с хорошо знающим православной верой, с Вячеславом можете, вот если был рядом. А это не надо ходить, зачем? Потому что там скопище демонов. И ты в мозги допустишь их, и сам не знаешь, что с тобой будет. Вот они звали, я не пошел, не отвечал на сообщение, ну, не пошел, и они тут скидывают видео, видео в общее, ну, в общую беседу, где они там сидят, вот так вот, ну, просто сидят, и говорят какие-то свидетельства, что Бог меня спас оттуда, Бог сделал то-то, и человек, который меня приглашал, он сказал, что я хочу вообще к вам в гости прийти, он сказал, я хочу к вам в гости прийти, с тобой поговорить, давно тебя не видел, полгода уже не видел. Да они все говорят так, обходят горячим море, и делают с сыном гиены, вдвое худшим себя. Вот, то есть, хочет прийти в гости, и когда он придет в гости, к вам направить, сразу, чтобы вместе поговорить. Вы их домой не приглашаете, нигде не встречаетесь, поберегите себя, просто отрежьте все, не о чем разговаривать. Вы берите, считайте, вот, блаженный афиопилакт, Вячеслав все может скинуть, занимайтесь. А это хождение, брожение по чужой блевотине, это ничего не даст. Они как будто сегодня, сколько церков было, какие великие проповедники, мученики, они никого не признают. Они страшно надменные. А мы никого не судим. Как никого не судите? Всю церковь осудили Христову. Ну, и я-то ничего не могу сделать. И в семье есть 6 человек. Ну, и то есть, не я главный. У меня бабушка, мать, они с ними хорошо знакомы, то есть, в гости принять их, ну, невозможно. Не принять невозможно. Вы знаете, они креста не носят. Да. В Библии 66 книг. Куда 11 книг дели? Апокриф. Они выбросили 11 книг. В Библии, это у них 66 только книг, а у нас 77. Вот у меня синодальный, 66. Ну, тут 77 Библия. У вас там Акавейские есть, Третья Ездра. У меня нет. Как нету? Это непросто. У меня она от РБО, но перевод от 1170. Нет, перевод не в переводе дело. Покажите, где Новый Завет начинается. И перед этим, посмотрите, листика 2, приснете, перед Новым Заветом. Какая книга последняя? Захария, Малахия. Малахия кончилась? Да, кончилась. И Новый Завет. Это Малахия Новый Завет? Да. Это не православное издание. Они никогда, ни католики, ни православные, ни григорияны армяне, никто не издавали без этих книг 11. Они приняты, были канонами, то есть соборами. Не, армяне 75 издают. У них 2 книг нет. 77 книг должно быть. В Ветхом Завете у них 39, а у нас 50. Просто они раньше канон в Библии сделали, что все такое будет. Они не знают канона, они не знают. Просто друг от друга слышали. Я говорю, почему вы не приняли вот это? Ну вот, начинает говорить. Ну, вторую книгу Ездор прочитает, третью, Маковейский. Как это так? Не, я про армян говорю. Они вот как в древней все сделали канон, а потом 2 книги нашлось, они их не включили. Про армян говорит, про армян. Ну, у армян 75 книг, они 2 книги и не включили. Ну, то есть они могут признавать, но не включать. Я вот с ними сколько разговаривал, и они доказывают, что они Халкидонский собор приняли. Зачем я буду наставить, что не приняли, когда они говорят приняли? Ну, веру я тоже признаю, принимаю. Ну, документальный. Показывает, как крещение, щашка, он руки опустил, кто крещет, а он ему лицо опер только так, ну, как бы помыл-то, там ноги маленько заголил, тоже водой потер. Ну, какое-то крещение-то. Это же все выдумка. Крещение, Евнох и Филипп сошли в воду оба, в воду сошли. Они в щашке пальцы помощили. Тут доказывать еще не надо. Вот сектанты крестят, 50-ти, они вот так опрокидают. Это положение во гроб. А Христос умер стоя. Поэтому стоя прибивается. вот так я видел. Вот так. Да, ну, желательно так, чтобы все было под водой. Вот были бы рядом, тут и крещение можно принять. Вы их не бойтесь. Говорите, ну, так сами нигде не встречайте к себе, не приглашайте. Вот надо, чтобы был рядом у вас человек, который будет опекать вас. Такого нет. Придется самому мне против семьи пойти. У меня у вас родителям не говорил. Мобилия Петунс это на каком языке? Если переводить на русский, это Петров. Петухов, да? Нет, Петров. Петр. Петров. А на каком это языке? У меня пра-пра-пра-пра-пра-пра прадед, пять раз пра, его зовут Петя. Я знаю свою родословную до 1809 года, и он, ну, от него идет. А кто по нации, это кто он был? Армянин. А, Армянин. Да, его Петя зовут, и мы от его рода идем. Петунс. Унс это принадлежность. Да, да, да. А я, то, что сделали потом, это 1900-е годы. Вопросы кончились, все? Нет, конечно. Оставьте на другой раз. Оставьте пока. Я сейчас буду отвлекаться. Мне надо скотину кормить. давай давить тогда в другой раз. Ну, конечно, мы хорошо поговорили. Так, я записал. Так, все? Я сейчас добавлю тебя в группу в нашу, где мы молимся, и у нас занятия проходят. Когда звонок проходит, ты, если можешь помолиться, ты можешь подключаться. А если не получается, просто отбрасываешь его, и все. Там братья собраны со всего мира. Верующие глубоко. спаси Христос, Игнат Тихонович. Аллилуйя. До свидания.